В первые за 5 лет своего существования попало число одних из самых популярных университетов страны по направлению департамента информатика среди иноскобальников ЕГЭ. Вот это то, что уже было. И вторая новость, это то, что сегодня у вас для себя легенда мирового IT-отрасли Сергея Михайлович Белоусов. — Ну, если вкратце сказать, когда на самом деле нам нужно долго говорить. — Я лучше сам расскажу. — Да, забывайте когда. — Слово представляется среди и хороших. Пожалуйста. — Хорошо. Я как бы эту странную лекцию рассказываю много раз про свою жизнь. Я не являюсь никакой легендой. Я еще пока жив и здоров. Надеюсь, что еще пока все впереди. И я думаю, что вам повезло. Я рассказываю в последний раз. Больше я рассказывать не буду. Катя, это совершенно серьезно. Мне надоело. — Хорошо. — Полу-бессмысленное такое занятие. Вот. Значит, постараюсь очень коротко рассказать без каких-либо деталей или историй. А детали и истории расставить на вопросы и ответы, которые будут после. То есть буквально 15 минут. Вот. Это я маленький. Я родился в Питере. Жил в Петергофе. Сначала до 4 лет в самом Питере, а потом рядом в Петергофе. Кто-нибудь был в Петергофе из вас когда-нибудь? Вот моя первая школа номер 415. Это была гимназия имени Александра II. Она была буквально в 200 метрах от вот большого дворца. Потом я учился в физмошколе-интернате. Пока я был маленьким, я очень много ездил с своим папой и мамой по всей России. Объездил почти всю Россию. Кстати говоря, первый раз я был в Казани, когда мне было 5 лет. У меня тут снялись с теплохода за то, что у меня был какой-то очень... И меня сильно покусали комары. И врачи подумали, что я заболел какой-то инфекционной болезнью. Потом я поступил в физтех московский. Я учился, когда в школе участвовал во всяких олимпиадах. И в принципе мог поступить почти в любой вуз без экзаменов. Тогда так было устроено в Советском Союзе. В физтех мне пришлось сдавать экзамены. Но мне казалось, что физтех это очень здорово. Это был тогда вроде бы как будто бы самый сложно поступаемый вуз для физиков. Я поступил на факультет общей физики и хотел стать физиком. Но, однако, мир очень сильно изменился вокруг меня. И в 92 году я только закончил четвертый год, четвертый курс, но уже начал заниматься каким-то бизнесом. В физтехе учится 6 лет. И сначала был достаточно беспорядочный такой бизнес. Я пока продолжал заниматься физтехом. Я учился в физтехе еще. Я создал такую компанию физтех колледж. Сейчас она называется Юниум. Как ни смешно, владелец и директор Юниума сейчас как раз является директором Иннополис университета. Это Дмитрий Кондратьев. Эта компания до сих пор существует. И также вместе создал компанию Sunrise. Она тоже до сих пор в каком-то виде существует. Когда-то была одной из больших компаний по производству компьютеров. Потом, когда я закончил физтех, уже в 95 году, я очень быстро создал две компании Falcon Computers, похожие на пике Московка. Вот такое название. Не проверили. С ошибкой. Эта компания производила компьютеры. Компания Вестком, которая была в Самаре, Итальяте, пейджеры и продавала. А потом, собственно, первый серьезный бизнес, в котором я участвовал в создании, это компания Роуссен. Компания Роуссен не совсем уж технологическая компания, но все-таки она производила и разрабатывала собственные телевизоры, видео, аудио, оборудование, стиральные машины, корпуса для компьютеров. Мониторы. И, собственно, вместе с этой компанией я открыл офис в Сингапуре в 94 году. В январе я приехал в Сингапур. И в 95 году в мае открыл офис в Сан-Франциско. Я совершенно не понимал, что Сан-Франциско. Это офис компании Роуссен в Москве. У нас были финансы, закупки, логистика в Сингапуре и в Сан-Франциско. И там я проводил очень много времени. Так получилось. И дизайн, разработка и производство в России, Корее, Китае. Компанию мы создавали совершенно с нуля. Продавали мы все это в России и СНГ. В некоторый момент мы были лидерами по производству бытовой техники, наверное, даже во всей Восточной Европе. У нас работало 5000 человек. Оборот был больше полумиллиарда долларов. Но это не высокомаржинальный бизнес. Это не совсем технологический бизнес. Но все-таки это бизнес, в котором есть инженеры. Достаточно большое дело разработки. Для того, чтобы эффективно производить телевизоры, нужно их самому разрабатывать и контролировать закупку всех комплектующих и билов материалов. Благодаря компании Ролсон и вместе с компанией Ролсон я попал в Сингапур для того, чтобы там образовать центр логистики и финансов и закупок. И уже в Сингапуре я начал заниматься софтверным бизнесом. Вот компания Соломон, тут Билл Гейтс. Я с ним встречался. Это наш офис разработки в Сингапуре в 99-м году. Здесь было несколько компаний. Первая компания была компания Соломон Софтвер. Это был франчайзинговый дистрибьютор американской компании Соломон Софтвер в Азии. Я открыл в 96-м году. Это очень длинная история. В пике был оборот порядка 5 миллионов долларов. Вроде бы немного по сравнению с 500, но очень высокая маржинальность. Несколько миллионов долларов прибыли. И так мы научились маркетировать и продавать. И вообще работать как софтверная компания. Приблизительно тогда же мы стали разрабатывать какой-то собственный софт. Первой нашей попыткой было создание программы для финансового рыбка компаний софта Кассандра. Мы совершенно случайно стали его разрабатывать на последних технологиях Майкрософта. В 96-м году это было достаточно необычно. Эти технологии почти не работали. Поэтому, когда Билл Гейтс приехал в Сингапур, мы были самой продвинутой технологической компанией в Сингапуре. Группа русских в Сингапуре оказалась продвинутой технологической компанией. И мы повстречались с Билл Гейтсом в 97-м году. В начале, я по-моему это было в марте. Мне тогда было намного меньше лет, чем сейчас. Билл Гейтс с нами разговаривал буквально минут 20, но он нам сказал, у вас крутая архитектура. Ну, как я теперь уже понимаю, все, что он хотел сказать, то, что молодцы, что используете наши технологии. Они не работают, но вы как герой. Но тогда нам показалось, что мы самые крутые в мире программисты. И мы лучше всех знаем вообще, какие технологии нужно использовать. И поэтому мы убедили компанию Solomon Software, еще несколько других компаний, чтобы мы для них разрабатывали их софт. Это были уже 10-20 лет профессиональные технологические компании. Мы для них начали разрабатывать софт в Сингапуре. В некоторый момент у нас было 60 русских инженеров в Сингапуре, которые разрабатывали софт для нескольких американских компаний. К 99-му году это стало уже скучно и захотелось сделать какую-нибудь свою компанию. Тогда это был .com.boom. И все делали стартапы. Сначала мы пытались помогать другим компаниям делать инжиниринг стартапам в Америке. Если вы есть ли стартап в Америке, тогда все хотели стать стартапами. То есть до и после .com.boom можно было человека встретить, продающего пылесосы или холодильники, или автомобили, или в качестве, например, в ресторане работающего. Но в период .com.boom все становились предпринимателями, поднимали венчурное финансирование и какой-нибудь делали стартап. При этом экспертизы разработки софта у них не было, и мы пытались им помогать за долю в проекте и за деньги. Когда мы так пытались помогать, так у нас возникла идея создать собственный проект. И, собственно, мы создали компанию Parallels. Ну, тут такая небольшая история Parallels. В 2007 году мы ее создали. Она была основана в Сингапуре. И с самого начала мы хотели разрабатывать софт для облачных технологий. Тогда это называлось Application Service Provider. И тогда мы изобрели контейнерную виртуализацию. Виртуоза много-много лет понадобилось для того, чтобы она стала очень-очень популярной. Сейчас это, наверное, самый интересный тренд в области инфраструкции, софта, платформа как сервис и контейнерной виртуализации. Мы ее оригинально изобрели. К сожалению, мы на ней не так много заработали денег или успеха, как сейчас зарабатывают наши последователи, пользуясь нашей же технологией. Большая часть ее в опенсорсе. К 2003 году у нас почти ничего не получалось. И мы практически закрыли свою компанию. Я хотел вернуться обратно к Ролсену, который функционировал. Однако у нас появилась первая крупная сделка с вот этим сумасшедшим человеком из Флориды. Он у нас купил софта на 1,6 миллиона долларов. И тогда же мы купили новосибирскую компанию Plesk, новосибирско-американскую, и немецкую компанию Confix. В 2006 году у нас уже был, в 2005 году оборот 17-20 миллионов долларов. В 2006 году мы совершенно удачно выпустили Parallels Desktop. Это продукт, который позволяет запускать Windows-приложение на Mac. Мы очень быстро стали его очень много продавать. Мы собирались его продавать за первый год на миллион долларов, продали на 12. За второй год на 5 миллионов долларов, продали на 22. За третий год на 10 миллионов, так у нас был изначальный план, продали на 35. И как бы софт сделал нас достаточно популярно. В 2010 году я прекратил заниматься компанией Parallels. Нанял себе замену руководителя бывшего компании Microsoft Russia, Норвега, Бергер и Стин, которая до сих пор руководит компанией. В этот момент оборот у компании Parallels был порядка 100 миллионов долларов, 700 сотрудников, то есть такого среднего размера международная софтверная компания. Так как это компания платформенная, достаточно большое количество пользователей. 50 миллионов человек использовало софт. Но это не как Facebook. Facebook использует несколько миллиардов, там полтора. Но все-таки 50 миллионов тоже не так мало. И 10 миллионов маленьких бизнесов. То есть очень большой процент маленьких бизнесов. В мире всего порядка 100 миллионов маленьких бизнесов. 10% их использовали в сервисе на основе нашего софта. В 2010 году я решил, что я собираюсь уйти на такую активную пенсию. И основал фонд Runa Capital, который сначала должен быть маленьким. В конечном итоге он получился порядка 135 миллионов долларов. У нас в нем было 43 портфельные компании. Уже 7 выходов. Вот, например, такие выходы какие-то продажи компании Microsoft, Яндекс, Cloudflare, Coldtelecom. Причем многие известные компании. Наиболее известная наша компания, наверное, это Nginx. И другая компания со страшным названием Zopa. Zopa это лидер peer-to-peer лендинга. Это как лендинг-клаб, но только в Англии. Она, наверное, имеет уже капитализацию больше миллиарда долларов. Nginx много сотен миллионов долларов. Nginx это такой веб-сервер, который использует все крупнейшие веб-сайты мира. Например, Facebook. Когда вы обращаетесь к Facebook, вы обязательно используете Nginx. Ну и вообще Nginx, наверное, каждый день в мире использует миллиард человек. Или больше миллиарда человек. Поэтому это такой очень популярный софт. Его написал один русский человек, который работал на Rambler. Кто-нибудь знает, что такое Nginx здесь? Ну вот. Сейчас это уже последняя капитализация компании больше 300 миллионов долларов. Когда мы в нее инвестировали, он еще работал в Rambler, мы его долго уговаривали из Rambler уйти или создать эту компанию. Потом мы создали фонд Q-Wave Capital. Такой достаточно странный фонд, который не очень большой. Всего 35 миллионов долларов. Специфическим фокусом с инвестициям в квантовые технологии. Квантовые технологии это такое близкое, средне-близкое и дальноблизкое будущее. Ну, долго про него рассказывать. Потом создали фонд Fistech Ventures. И сейчас создали еще фонд Runa Capital. Это последнее, что я делал в Руне. Runa Capital 2. Вообще, венчурные фонды, они как бы с такими этапами. Один фонд, он инвестируется, потом создается следующий фонд. В нем немножко разные LP, но одинаковая команда. Вот сейчас у нас уже второй фонд. Он активно инвестирует. Ну, здесь все компании из первого фонда. Во втором фонде у нас тоже есть очень интересная компания. Например, компания MariaDB. Кто-нибудь знает, что такое MariaDB? Ну, вот есть такой сервер для работы с базами данных, MySQL. Те, кто создавали MySQL, продали его в Oracle, Sun, ушли. И сейчас создает MariaDB, которая вымещает MySQL. Наверное, MariaDB будут использовать не меньше людей, чем использует Nginx. Сейчас, может быть, там в пять раз меньше. Тоже какие-то многие сотни миллионов человек трогают MySQL каждый день, когда что-нибудь делают. Может быть, миллиарды. Ну, сейчас я занимаюсь компанией Acronis. Компания Acronis – интересная история. Она была основана в Сингапуре в 2001 году, как часть компании SVSoft, которая стала параллел. Первый продукт был Acronis, OS-селектор. Вот это его такое меню с 2001 года. И мы начали продажи не в России, Германии, Японии и США. Меня часто спрашивают, как выходить на международные рынки. Мы никогда не выходили на международные рынки. Мы всегда на них просто были. То есть, как бы, продавать софт просто в Сингапуре нет возможности. Это слишком маленькая страна, поэтому сразу нужно продавать в большом количестве стран. В 2003 году она была отделена в отдельную компанию. Поэтому, если вы спрашиваете когда-нибудь у сотрудников компании Acronis, сколько лет компании, я вам скажу, 12 лет, потому что до 2001 года он существовал как бренд внутри компании Parallels, Slash SVSoft. Вот такие были три продукта тогда. В 2007 году компания была готова к IPO. Практически пошла IPO, сделалась паблик на NASDAQ. Мы сделали вот F1 формочку. Когда вы идете паблик, это для стартапов такая, как стать, выиграть олимпийскую медаль для спортсменов. Был оборот порядка 100 миллионов долларов, бы готова к IPO. Но я перестал и заниматься. Поссорился с тогдашним менеджментом. Я все равно оставался большим акционером, самым большим акционером. Контролировал совет директоров, но перестал и заниматься совершенно. А в 2013 году я вернулся. И стал я опять заниматься. То есть я как бы из его активного ретайрмента, которым был Руна, вернулся и стал заниматься компанией Acronis. Очень быстро проакранил Acronis. Несколько сот миллионов долларов оборот. 300 инженеров, 700 сотрудников, 23 офиса в 18 странах. В прошлом году мы продавали его в 145 странах на 15 языках. Больше 30 тысяч партнеров, 300 уемов. Вот здесь какие-то примеры партнеров. В Америке центральный офис в Бостоне, главная штаб-квартира в Сингапуре. Три основных продукта, True Image для конечных пользователей. Кто-нибудь пользуется продуктами Acronis? Вот какие-то люди есть. А параллелство, кто-нибудь пользуется? Тоже есть, надо же. Acronis Backup, Acronis Access. Это три основных продукта. Это хорошие продукты, много наград. Мы, собственно, лидеры в этих сегментах. Аварийное восстановление, полное резервное копирование образа, резервное копирование конечных девайсов, например, PC или Mac, или мобильных девайсов, развертыванный систем, синхронизация и обмен файлами. Это как раз Access. Вот такая вот интересная информация. 200 тысяч экзабайт данных. Это очень много. Мы защищаем в мире. 200 тысяч экзабайт данных. 5 миллионов конечных пользователей пользуются Acronis в мире. Ну, это уже не очень много, но тоже ничего. 500 тысяч бизнесов. Тоже ничего. В прошлом году мы продали порядка 8 миллионов лицензий. То есть, 8 миллионов девайсов поставили Acronis в прошлом году. 2 миллиона у нас купили, и 6 миллионов купили через наших ОМ. Здесь какие-то наши клиенты. Ну, мы продаем очень маленьким людям бизнесам, маленьким, большим бизнесам, очень большим бизнесам всем. И где-то 25% это большие бизнесы. Естественно, что здесь нарисованы только большие бизнесы. Наши клиенты, которые очень большие бизнесы. Почему мы можем так хорошо работать? Потому что у нас внутри команды очень продвинутые, внутри, в основе очень продвинутые технологии. Мы называем эту технологию Anidata. Ее разрабатывает 300 человек фактически последние 15 лет. То есть, вначале их было 15, теперь их 300. 2 миллиона линий кода только в этой Core-технологии. 25% оборота мы тратим на разработку. 50% наших людей. Ну, не 50%, немножко меньше. 700 человек, 300. 38, на самом деле, у нас разработчиков. Более 100 патентов. Здесь какие-то примеры технологий. И мы очень активно сотрудничаем с университетами. Я, в частности, здесь сейчас именно из-за университетов. Я завтра участвую в НАП-совете и на поле с университетом. Но также мы активно сотрудничаем с Корнеги Мелланд, с физтехом, с Национальным университетом Сингапура и с прочими университетами. Вообще, чтобы разрабатывать софт мирового уровня, нужно нанимать инженеров мирового уровня. Но если говорить про то, что мы делаем, то весь мир становится цифровым. Есть куча трендов, которые все больше и больше данных генерируют. Облака, мобильность, социальные сети, 3D-печать. Это значит, что все можно теперь напечатать. Уже каждую неделю выходит информация про то, что все больше и больше объектов можно напечатать. Например, можно напечатать интеградную микросхему. Или, например, можно напечатать стул, или стол, или футболку, или, скажем, почку, или ухо, например, напечатать на 3D-принтере. Это значит, что все эти предметы выражены в виде данных. То есть есть как бы набор бит, цифровые деньги, биткоин и прочее. Интернет вещей – это значит, что все вокруг нас генерирует данные. Какую-то информацию про температуру в комнате, про свет в комнате, про что-нибудь. Можно этими вещами управлять, анализировать, оптимизировать. Носимые технологии. Опять-таки, значит, вы сами генерируете данные. Ходите, и с вас считывается… У кого есть Apple Watch здесь? У одного человека есть и Apple Watch, он использует True Image. А параллелс нет? И параллелс тоже использует. Как хорошо, удобно. Надо больше таких подсаживать в аудиторию, Катя. Я буду в следующий раз опрашивать, хорошо. Но так или иначе, все эти данные собираются и хранятся, и дальше из них может быть, например, продлять вашу жизнь. Или делать вас… улучшать ваш сон. Ну, как бы большие данные, все, наверное, слышали про этот тренд. Big Data – это огромный тренд, который делает… Огромное количество производств намного более эффективными, например, авиапромышленность и двигатели. Например, сегодня мы встречались с представителями ТАИФа, нефтехимпромышленность. Очень сильно можно сделать более эффективный, на 10%. Это огромное улучшение производительности и так далее. Искусственный интеллект. Данные растут 125% в год. Агентство национальной безопасности в прошлом году анализировало 50 петабайнов данных каждый день. Это всего лишь 1,6% трафика. Так что не полностью они трафик анализируют, только 1,6%. Сейчас, наверное, уже больше. Количество данных генерируемых за 10 минут. В прошлом году, это прошлогодние данные, больше, чем до 2000 года. Есть такой тренд – сингулярность. Кто-нибудь знает про сингулярность? Что такое сингулярность? Много есть определений, но одна вещь, которая точна, это то, что сингулярность, это про то, что все вокруг нас становится цифровой. Вообще весь мир сейчас больше физически, чем цифровой, а после сингулярности он больше цифровой, чем физически. Поэтому все жизненные процессы завязаны на цифровые данные. Вот видите, есть такие 4 простые вещи. Воздух, вода, пища и убежище. Они нужны всем. Без них нельзя жить. Оказывается, появляется еще одна вещь. Больше данных и больше важностей. И они расползаются на все девайсы. Поэтому данные – это еще одна базовая такая вещь. Через 5-10 лет бизнес перестанет, может, существовать без своих данных. Если убить данные бизнеса, можно убить бизнес. Через 10-20 лет человек будет иметь серьезную проблему без своих данных. То есть его жизнь будет сильно ухудшаться. Ну, может быть, не до такой степени, чтобы прямо умирать. Хотя кто его знает, какие сенсоры люди в себя вставят, которые будут регулировать, какие жизненные процессы. Но так или иначе, данные нужно обязательно охранять. И если их не охранять, то они обязательно исчезают. Для того, чтобы данные охранять, это как бы очень сложно. Вот эта космическая станция, чтобы она в космосе летала, она совсем большая. Удивительно большая. Есть огромное количество людей, которые эту станцию разрабатывают. В разных странах. Я думаю, что космическая программа занимается, наверное, миллион человек. Может быть, больше. Разрабатывает разные модули для нее. Какие-то всякие системы, девайсы. Ну, с данными то же самое. Система для охраны всех данных мира – это очень сложная система. И мы сейчас пытаемся ее разработать. После того, как я вернулся. Это архивинг, бэкап, клауд, дизаст рекавери, дискавери, фаст клауд. Надо бы это перевести тоже. Почему-то не перевели этот слайд. Тут есть разные источники данных, разные модели доставки, разные бизнес-модели и прочее. Это огромная по сложности инженерная задача. Я думаю, что в перспективе у нас будет работать несколько тысяч инженеров. И это огромный рынок. Система по защите данных и работе с данными в течение следующих 50 лет – это сотни миллиардов долларов оборота. Наверное, самый большой рынок в инфраструктурном программном обеспечении – это система работы с данными. Мы хотим стать лидерами на этом рынке. В частности, поэтому мы открыли офис в Казани. Уважаемые коллеги, у нас сегодня по вопросам есть специальные призы, которые они находятся. Поэтому я предлагаю все задавать. У нас такое предложение. То есть пока несколько вопросов будет от нас, и потихоньку вы тоже включаетесь. У нас также идет прямая трансляция, и коллеги могут задавать вопросы через интернет. Мы также их озвучим. Во-первых, по поводу ИТИС хотелось бы сказать, что мэр Иннополис на дне рождения озвучил, как у нас звучит ИТИС – это Иннополис тут ищет сотрудников. Мне кажется, это очень интересный вариант. Первый вопрос. Вы, в общем, один из немногих отечественных предпринимателей, которые смогли развернуться и достаточно успешно состояться на международном рынке. Кроме вас, если брать на вскидку, есть Дуров, есть отдельно Яндекс, Майл Групп, есть Касперский. А почему все-таки число людей, которые смогли развернуться, так мало? Как вы считаете, в чем основная проблема? Я не знаю. Вы знаете, это очень интересно. В зависимости от страны можно услышать разные варианты того же самого вопроса. В какой-нибудь одной стране могут люди спросить, вот, а в чем есть апатюнити? В какой-нибудь другой стране, можно сказать, слушайте, ну, из России так много людей развернулись в международном рынке. Касперский, Аби, вот вы, Яндекс, Мэл.ру, Вим, там еще какие-то можно назвать компании, Доктор, Веб. Почему так много? Как у вас это получилось? А на третьем рынке могут сказать, ну, почему так мало? Почему проблемы? И надо сказать, что в России обязательно спрашивают, почему какие-то проблемы есть, да? Я первое, что хочу сказать, что совсем немало. Если посмотреть, какое количество есть компаний международного класса, например, с Украины, хотя Украина всего лишь в три раза меньше или в четыре, их, ну, вообще нет. Или, например, если посмотреть, сколько их есть из Германии, которая существует на международном рынке уже десятки лет, в области IT их тоже не так много. Есть SAP, software AG, ну, там буквально, я не знаю, пять. Поэтому это совсем немало. Во-вторых, ну, к сожалению, мой путь совершенно отличается от пути других компаний, потому что, еще раз повторяю, я, как бы, когда начинал, даже параллелс, я уже был гражданином Сингапура, и не совсем ее основал в России. И, ну, то, что касается людей, которые уехали из России, образовали компании, ну, их прям совсем много. Есть основатель компании PayPal, Левчин, есть, ну, как бы, Бринь, да, он тоже из России. Основатель компании Google, совсем немаленькая компания. Есть прочие всякие предприниматели из прошлого, например, Сикорский, тоже себе технологическая компания, вертолеты Сикорского. Так что я не думаю, что тут можно говорить, что их мало. И, ну, основной ответ тут такой, что для того, чтобы таких компаний было больше, нужно просто время, и, как бы, нужно, чтобы были благоприятные условия для ведения бизнеса. Это очень абстрактное слово, благоприятные условия. Например, можно сказать, вот сейчас условия, наверное, очень неблагоприятные, но для международного бизнеса как раз они более благоприятные, потому что, ну, основной материал для создания технологической компании – это человеческие мозги. Мозги в России стали дешевле, стали работать больше, и, как бы, их стало легче удерживать на одном проекте. Поэтому, возможно, через 10 лет будет больше компаний, таких как Parallels, Acronis, Касперский, Абби и так далее. Вот у нас, пожалуйста, коллеги, вопрос, когда возникает, поднимайте руки. Потому что аудитория интернета уже активно задает вопросы, то есть, что-то тоже осталось? А я так, можно сказать, да? Когда вы говорили, глядя в будущее, у вас было и билет, и чай, и билет, и дата, и многое. Я только про данные говорил, да. Да, и робототехника не затронулась, или? Ну, там оно в какой-то степени затронулось, то есть интернет вещей – это просто означает, что вещи стали очень умными. Роботы – это такой пример умных вещей. Но вообще трендов очень много, все они не перечисляют. Но робототехника – это один из трендов. Я постарался перечислить те тренды, которые, я уверен, что они все-таки, ну, кратко-среднесрочные. То есть, они прямо происходят сейчас. Например, бигдата и так далее. Один только тренд есть, там он выделен отдельно, artificial intelligence, который сейчас не происходит пока что. Робототехника – это очень хороший тренд, но все-таки он, пока что его массовость, она не такая большая, как, например, у там, скажем, даже 3D-принтеров. Хотя, конечно, очень большие перспективы. Ну, Google уже вступили, там, и Post, и Dynamics, и, ну, много контор технических. Ну, Google – это очень интересная компания, у нее очень интересная инновационная модель, и они делают огромное количество вещей. Некоторые из этих вещей хорошо заканчиваются, некоторые плохо заканчиваются. Так что, ну, из того, что они делают, не всегда следует, что это тренд. Ну, например, Google Glass, как бы, ну, это пока никуда не пошло, хотя это было очень интересно. И даже я не вижу, я вот видел, я участвовал в майкрософтовской партнер-конференции, там Сатьяна Делл показывала этот вот, как это называется-то, ну, вот, потому что у майкрософта, HoloLens. Ну, знаете, они сделали HoloLens, это augmented reality такая штука, можно там 3D. Но это выглядело, как видно, что это еще лет 5 не будет полезно, ни для чего, хотя интересно. Но, конечно, робототехника – это очень большой тренд, это еще один тренд, который генерирует данные. Я обязательно еще туда напишу. Я не помню, сколько там было, там было 7 трендов или 8? По-моему, 8. Что 8 в Азии, я же азиат, я же Сингапура гражданин, 8 – это счастливое число, означает богатство. 9 и 7 – это уже не очень. Надо подгонять. Ну, такой вопрос. Да, давайте, как бы, интернет тоже немножко, так сказать, пользуетели на российский период. Я бы даже несколько вопросов загруппировал. Первый вопрос. Почему вы инвестируете в науку? И, в общем, это удивительно для человека, который заработал много денег. Вторая часть. Почему вы вкладываетесь так активно, значит, что вы ждете от инверситета Иннополиса? И то, что касается, так сказать, научных кадров, какие-нибудь там будут открываться, так далее. Ну, то есть тут очень много сразу же противоречивых утверждений было сделано. Во-первых, как бы удивительно для человека, который заработал много денег. Я не заработал еще много денег, поэтому, может быть, для меня это как раз менее удивительно. Но на самом деле это неудивительно, потому что, если посмотреть, например, на очень многих предпринимателей, которые работают на мировом пространстве, а технологическое пространство сугубо мировое, даже если вы, как бы, делаете свой бизнес из Казани, то на мировом пространстве это совершенно нормально. Есть Карнеги-Университет, его основал Карнеги, который заработал много денег. По текущим деньгам вроде как будто бы 200-300 миллиардов долларов он все почти деньги вложил в различные ресерч-институты. Карнеги-Меллан-Университет, Рокфеллер, есть Рокфеллер-Университет, Вандербилд, есть Вандербилд-Университет. Это достаточно обычная вещь. Почему в России по-другому? Ну, пока по-другому. Эти люди долго зарабатывали деньги, а потом их очень долго инвестировали. Например, Рокфеллер жил 99 лет, проживет, скажем, например, не знаю, Потанин 99 лет, и последние 30 будет вкладывать деньги в науку. Он сейчас еще пока молодой, рано. Дальше я не инвестирую деньги в науку. В науку нельзя инвестировать деньги. Науку можно только деньги дарить. Наука – это не про бизнес. Наука может потом приносить пользу, но не прямую, а косвенную. Знание, квалифицированных людей, экспертизу для того, чтобы находить квалифицированных людей или знания. И от этого может быть польза, но она только не прямая, она косвенная. И я это делаю в основном потому, что просто мне так интересно, любопытно, мне так нравится. То есть любопытство, да? Ну да, это базовый инстинкт человеческий. Вообще любые бизнесы и любые вещи, которые удовлетворяют какие-то базовые инстинкты человека, они являются очень успешными. Наука удовлетворяет базовый инстинкт человека – это любопытство. Я обращаю внимание коллег, в интернете пробить, есть очень интересные подборки, статьи в интернете по базовым инстинктам. Более подробно можно эту информацию посмотреть. Пожалуйста, вопросы. Наверное, надо повторять вопрос будет, чтобы никто в интернете, наверное, не слышал. В научные группы инвестировать нельзя, я уже сказал, подарить деньги можно. Ну, смотрите, у меня есть два вида деятельности. Бизнес – это основной вид деятельности. И некая такая благотворительность. И вот благотворительность касается помощи университетам. Я председатель совета директоров или НАПСовета Новосибирского университета. Я участник НАПСовета университета Иннополис, который тут лучший университет. Да? Или нет? Все-таки я вот не понимаю, лучше или нет? Ну, не важно, не важно. Хорошо. Пусть КФУ будет лучше. А дальше я, как бы, еще, естественно, участвую как-то в совете, ну, Алумной и Физтеха. Я также председатель совета директоров Российского квантового центра, который я подарил какое-то количество денег. И участник совета директоров Сингапурского квантового центра. И все это просто, ну, интересные проекты. Кроме этого, у нас есть фонд QF Capital, который проинвестировал в пять компаний. В частности, компания ID Quantique. Это чисто технологическая компания, швейцарская, которая производит средства для квантовых коммуникаций. Также производит quantum random number-генераторы, генераторы случайных чисел. И, ну, какие-то другие вещи, инструментарии для квантовых технологий. И что касается инвестиций, ну, я стараюсь инвестиций в компании, которые делают какие-то полезные вещи, которые можно использовать. Ну, например, ID Quantique сейчас достаточно быстро развивается. Можно ли ты такой вопрос? Да. Как, например, казанские группы по квантовым словам вас заинтересовали? Я не знаю, ну, по-моему, здесь есть Казанский квантовый центр, он в КАИ, да? В котором я тоже как-то поздавал создавать, да. Он может и в университете тоже есть. То есть там есть, ну, такой Моисеев, надо с ним разговаривать и спросить его. Ну, вообще, в области квантовых технологий есть три, как бы, есть квантовые компьютеры, которые очень нескоро можно сделать. Есть квантовые репитеры и квантовые коммуникации, которые сейчас как-то начали развиваться. Вот буквально недавно вышла такой новый гайдлайн Национального агентства безопасности АМИ Соединенных Штатов, в котором говорится, что все, нужно переходить на постквантовые и квантовые криптографии, потому что обычная криптография больше не безопасна. И третий – это всякие разные сенсоры, измерители. Ну, все это интересно. Спасибо, пожалуйста, вопрос. Ну, вообще, в жизни очень много возникает вопросов, самых разных. И у меня никогда такого вопроса не возникало. Понятно, что в любой такой ситуации есть какой-то компромисс, и никакого общего ответа на этот вопрос не существует. Это зависит от огромного количества факторов, которые касаются вашей конкретной ситуации. Вас, количество у вас денег, рыночной ситуации, какой продукт вы разрабатываете и так далее и тому подобное. Ну, тут все зависит от ваших амбиций. Далеко вы хотите убежать или близко. Понятно, что чем дольше вы будете продукт разрабатывать, тем больше вы рискуете, что кто-нибудь другой его разработает, и ваш продукт будет не нужен. Но, с другой стороны, если вы выпустите очень плохой продукт, то тогда, может быть, у вас его никто не будет, в конце концов, покупать. Несколько копий купят, а потом кто-нибудь вас копирует и сделать хороший. Ну, тут никакого общего ответа не существует. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, вопросы. У нас осталось 10 минут, даже уже 8. Да, порог, видите, сразу вопрос. Это связано с предыдущим вопросом. В общем, город, как технология научится продавать. Продавать? Да. В технологии, по сути, продавать. Ну, как бы, а продавать это же, ну, никак особенно несложно. Есть разные всякие человеческие свойства, которые могут делать вообще все. Например, ездить на велосипеде. Можно даже дебила научить ездить на велосипеде. Или изучать английский язык. Ну, говорят, вы говорите свободно по-английски. Но есть такой факт, что по-английски свободно может говорить кто угодно. И это легко. И продавать это тоже не так, чтобы очень сложно. То есть, ну, как бы, можно прочитать книжку, можно пойти и начать что-нибудь продавать. Сначала не получится, потом еще получится. Вы знаете, я не знаю, я как бы всегда что-то, видимо, судя того, что если анализировать, что-то кому-то как-то продавал, и вообще слово продавать, оно очень такое абстрактное, я как бы привык, что в Советском Союзе, когда я учился, я был пионер, и комсомолец, и октябренок, и продавать это было нехорошо, спекулировать это, ну, в тюрьму посадят на 15 лет, и поэтому, я не знаю, но на самом деле продавать же все время что-то приходится, например, когда вы защищаете свою дипломную работу, нужно продать вашу дипломную работу вашим, я не знаю, экзаменаторам, или когда задаете экзамен, нужно продать ваши ответы на вопросы тем, кто задает вопросы, поэтому тут никакого такого особенного нету критерий, еще раз говорю, можно пойти на курсы, можно прочитать книжку, а можно просто начать продавать, и в конце концов вы научитесь, главное не думать, что это какая-то такая специальная вещь продавать, это не специальная вещь. Вопрос, скажите, пожалуйста, планируется ли поддержка проектов, стартап-проектов, имнополиса, например, Руна Кэпитал или другим образом? Руна Кэпитал вообще не осуществляет поддержку, это очень глубокое заблуждение, что венчурные фонды осуществляют поддержку, то есть это как волки осуществляют поддержку оленей, потому что они съедают всех оленей, которые плохо бегают, но если волков истребить, то оленей быстро станет мало, потому что они все вымрут. Руна Кэпитал инвестирует в проекты для того, чтобы зарабатывать деньги, если в проектах можно зарабатывать деньги, она будет в них инвестировать и будет им помогать после того, как проинвестировать. Конечно же, она будет помогать и инвестировать во все проекты, на которых можно что-то заработать, если такие проекты появятся в Иннополисе, что мы очень сильно надеемся, мы будем обязательно это делать, но на данный момент пока что только Акронис открывает офис в Иннополисе, уже открыл, и мы вообще-то не объявляли это, или что-то такое, ну не важно. И там будет работать несколько десятков человек. В основном это просто основано на том, что мы можем нанимать руководителей групп из людей, которые отучились в Иннополисе в университете. Ну или из КФУ, или из ИТИСа, или еще откуда. Вопрос, значит, из интернета. По поводу, какие стеки будут в Иннополисе? Каких еще компаний, кроме Акронисы, или нет? Это я не знаю. Я занимаюсь только Иннополисом университетом. Наверное, там будут какие-то еще компании. Я надеюсь, это будет ужасно. Если там будет пустой город, в нем будет 50 человек из Акрониса, и Иннополис университет. Вопрос еще. В чем отличие от запуска проектов в России за рубежом? Учитывая даже ваша сторона. Есть такие очень странные слова. Я вот, например, они очень такие ужасные. Прислово за рубежом. За каким рубежом конкретно? Да, но просто за рубеж, он в каждой стране разный, поэтому нет никакого за рубежа. Россия тоже за рубеж для кого-то. Например, для Узбекистана за рубеж. Или, скажем, для Индии, России это за рубеж. Поэтому разницы вообще никакой нет. Люди везде люди. И, так сказать, ну, всегда это более-менее стандартная вещь. Как запускать проекты? Никакой разницы. Ну, наверное, надо говорить по-английски. Есть такая разница. Но по-английски вообще, в принципе, полезно говорить, если вы занимаетесь наукой и технологиями. Мировой язык науки и технологий, это именно английский. Ничего с этим не сделаешь. Я, например, до недавнего времени думал, что, скажем, Китай все-таки будет иметь огромное количество науки и образования и технологий на китайском, а не на английском. Но недавно я поговорил с известным лингвистом, который сейчас руководит такой United World College в Сингапуре. Английский лингвист. Он сказал, что есть много исследований, которые показывают, что китайцы не будут переводить науку на китайский, а потихонечку переходят на английский. Потому что английский просто еще язык такой, на котором науку проще выражать. Он короче, даже чем русский. И на нем просто все говорят. Поэтому, если вы хотите выходить за рубеж, изучите свободный английский. Кто из вас свободный говорит по-английски? Смотри-ка, это тот же самый, люди, которые используют параллел за Акронис. Надеюсь, это не потому, что у нас нет русской версии. Хорошо. Спасибо, коллеги. Пока у нас... Там еще один вопрос. У нас упало. Есть ли какие-то вопросы из зала? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я задаю, что здесь там, а у нас два зала не упало. Я хотел бы узнать, пожалуйста, без вашего. Это очень индивидуальный вопрос. Самая главная почва для развития стартапа, она находится за пределами этого мира. Она находится в головах людей. Это знания и это таланты людей. И это очень сильно зависит от вас, где для вас легко найти людей, которые будут мотивированы и талантливы. Самое главное, мотивация и талант, причем обе эти вещи одновременно и в каком-то хорошем таком балансе, их никогда не бывает достаточно. И поэтому тут вот непонятно где. Конечно же, наибольшее количество мотивированных, талантливых людей находится сейчас в Силиконовой долине. Их там очень много. Но они же, наверное, не пойдут к вам работать и не будут с вами работать. Поэтому для вас, может быть, лучше всего создавать стартап там, где есть мотивированные с вами работать, талантливые люди. А это может быть где угодно. Вот такой вопрос по поводу образования. То есть, ты не считаешь, что образование мешает человеку делать бизнес? Стих Джобс ходил босиком из образования. А босиком-то тут при чем? Я тоже ходил босиком. Вы вообще сильни потомственных физиков, президент, как бы наук. И почетный доктор даже. Да, почетный доктор. А у вас, может, по-любому все было. Вот какой баланс между образованностью и предприимчивостью? И какие вы видите правильно эти образования? Ну, смотрите, во-первых, есть разные виды людей, которые занимаются бизнесом. Есть люди, которые являются технологами, инженерами. Есть люди, которые являются предпринимателями. Есть люди, которые профессиональные инвесторы. Есть люди, которые профессиональные менеджеры. Это все разные таланты. Что касается предпринимателей, то корреляция между образованием и предпринимательской жилкой, она просто не очень большая. И поэтому это не очень важно. Чаще всего, как бы, те предприниматели, которые реагируют быстро на тренды, они выигрывают. И поэтому очень большое количество предпринимателей не заканчивают никакие университеты, школы, просто потому что это им не нужно, они в некоторый момент реагируют на какой-то тренд. То есть, вот, Стив Джобс реагировал на персональные компьютеры, Билл Гейтс на пакетж-софтвер, Цукерберг на социальные сети. Но тут нет такого, я думаю, если провести исследование, что нету предпринимателей, у которых нет хорошего образования. Конечно же, есть. То есть, это просто несвязанные вещи. Что касается всех остальных профессий, вообще образование это полезно, но в первую очередь оно полезно именно потому, что вы приобретаете связи с талантливыми людьми. Замечайте такую вещь. Все эти люди, которые без образования, Стив Джобс, Билл Гейтс, Цукерберг, они все находились в окружении Беркли университета, Стэнфорд университета или Гарварда. Почему это? Как это интересно. Была такая история. Билл Гейтс приехал выступать в Гарвард, и он в Гарварде сказал, может быть, здесь в аудитории сидит следующий Билл Гейтс. А там сидел Цукерберг. Это было именно в Гарварде. Потому что именно в Гарварде, когда Цукерберг решил делать свою социальную сеть, он нашел еще несколько мотивированных работать с ним талантливых людей. А их найти очень тяжело. Они уже не были предприниматели, но они вполне себе прилично, так сказать, заработали вместе с ним и вполне себе были критически важны для того, чтобы у него был успех. И поэтому очень важно быть в хорошем университете и начать свое образование в хорошем университете, чтобы просто наступить на этих талантливых людей. И если появится какая-то opportunity, можно было это построить. Спасибо. Давайте такой блиц. Очень короткий вопрос, короткий ответ. Пожалуйста, вопрос. Как вы думаете, интернет-магазины вытеснули, нет? Рынок, простой. Нет. Сказали короткий вопрос, короткий ответ. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Пользуйтесь интернет-магазины. Какие 3-4 книги советуете почитать? Ой, это очень сложный вопрос, я не знаю. Прочитайте Библию. Это полезная книга. А 3-4 раза? 3-4 раза и будет нормально. Но в принципе, это зависит от того, чем ходить, заниматься. Нет никаких 3 универсальных книги. То есть книг очень много, их тысячи. И 3-4 категорически неправильно. Ну, 300-400, это еще куда не шло. А 3-4, это как-то, ну, так сказать, совсем не очень. И такой вопрос. Ну, так, если по-честному. Вот если брать все те миллионы, которые вы на презентации показывали, вот если бы сейчас начали как бы с нуля, вот, допустим, в Казани, пускай в Мополисе, вот что бы вы делали? Ужас какой, я не знаю. Ну, вы сказали коротко отвечать. Я не знаю. Ну, что-нибудь бы, наверное, делал. Ну, что-нибудь делал, ну, что-нибудь, наверное, можно делать. Вы что, какой бизнес, что это? Ну, какие-то тренды в IT. Вот что вы делали? Я не знаю. Ну, есть практически все эти тренды очень интересные. Например, я бы разбирался в Big Data. Это интересно. Или, например, интернет вещей. Тоже хороший тренд. Тоже интересно. Вот роботы, пожалуйста. Но роботы, это немножко сложно. Надо уметь. А Big Data и интернет вещей, это попроще. Спасибо огромное. Я думаю, что аудитория прислится в благодарности за лучшую связь на беседу. Давайте делаем.